Добрый день, друзья! Наблюдаю в фейсбуке очередной батл в связи с фактом задержания подозреваемого лица в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении пятилетнего ребенка. Это сейчас происходит в Казахстане. Я сейчас немножко далековато нахожусь от Казахстана, но все равно не мог промолчать в связи с этим. И поэтому прошу вас, прежде чем оправдывать сотрудника полиции, совершившего преступление в отношении лица задержанного, заметьте, задержанного только по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка, вина которого еще никем не доказана, следствие в отношении которого даже не начато, даже не производилось, не то, что там не завершено. Приговора суда в отношении этого подозреваемого лица в совершении приговора суда его вина еще даже не устанавливалась, не установлена. Он еще просто подозреваемое лицо. Он вообще имеет право, если на то пошло, хранить молчание и не отвечать вообще ни на один вопрос кого-либо. Не только следователя или оперуполномоченного, а вообще на вопросы любого человека. Поэтому при таких обстоятельствах, когда прежде чем оправдывать действия сотрудника полиции, который призван в соответствии с нашим действующим законодательством, служить и защищать, заметьте, и служить в первую очередь закону, ни начальнику, ни командиру, ни генералу, ни кому-либо еще. Его задача служить закону. А закон у нас устанавливает порядок. В первую очередь это прежде всего для того, чтобы привлечь человека к уголовной ответственности. Какой у нас закон? Что об этом говорит закон? Конечно же необходимо произвести предварительное следствие и дознание в отношении этого подозреваемого лица. Если его вина действительно доказана честным, объективным, беспрестрастным и непредвзятым предварительным следствием, то тогда никаких проблем нету. Пожалуйста, привлекайте. Но избивать кого-либо, тем более в стенах полиции, государственного органа, который должен служить и защищать, это недопустимо, это преступно, это противоправно. И поэтому каждый из тех, кто защищает сотрудника полиции, должен помнить об этом. Он сам может оказаться на его месте, на месте подозреваемого. И в отношении него тоже могут быть применены такие же противоправные действия. Что он будет тогда делать? Он будет кричать, что он невиновен? Поэтому задайтесь этим вопросом.